Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины. Для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые ни с чего, ни с хуя почему-то пошли убивать. Но, как, у тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат в угаре каком-то безумия накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно. Ну, вот и все. Тут просто опять, в самом слове уже есть ответ. Очи видно, что они видят своими очами. Из чего состоит их мир и представление о мире? Из телевизора? Мне кажется, ответ очень простой. Спросите у тех людей, которые топят за то, чтобы убивать украинских нацистов в виде украинских детей, женщин и стариков. Спросите у них, а были ли они когда-нибудь в Украине? Знают ли они что-нибудь о Украине? Я бы свозил каждого россиянина в Украину, в Закарпатье, туда, где я был много раз. Во Львов, где якобы там кому-то не дают по-русски. В русский город Харьков, в русский город Херсон. Ну, чтобы они съездили, поискали там нацистов где-то по подъездам, по подвалам. То есть, опять же, понятно, что маргиналы есть везде. Но мне, честно говоря, кажется, что в России их больше. Что придя домой со своей блядской работы, где он нахрен никому не нужен, где он унижен, раздавлен, где он все время кому-то должен, где у него нет никакой надежды, где он приходит из говна на работе в говно дома, идя по говну, получая свою нищенскую зарплату там какую-то, я уж не знаю, сколько там тысяч рублей. Он, все, что он видит вокруг себя, это долбанный мрак. А что он видит в телевизоре? Он видит в телевизоре врага, который этот долбанный мрак ему якобы организовал. То есть, не тот, кто ему рассказывает сейчас про этот мрак. Ну, это очень легко. Человек существо внушаемое. И не хотят люди критически мыслить в этом смысле, потому что это сложно. То есть, получается, что мало того, что я живу в говне, что у меня перспектив никаких, у меня дети не кормлены, жена не одета, и надежды, в общем, на будущее нет никакой, полная беспросветность впереди. Так, значит, оказывается, я в этом виноват, и мне что-то еще нужно с этим делать. И, оказывается, еще меня обманули, и оказывается, ну, зачем? Ну, это сложно. Это должен быть какой-то огромный национальный рехаб. Ну, просто я серьезно вам говорю, выключите телевизор, люди начнут смотреть вокруг себя. Они поймут, что вокруг нет никаких американцев, никакого НАТО, что дыры у него в дороге не потому, что Байден туда бомбу сбросил, а потому, что его сосед, начальник ЖЭКа, он эти деньги спиздил. И он пойдет, он будет не с телевизором разговаривать, а с начальником ЖЭКа. И будет добиваться от него, и так вот тогда вот начать нужно с этого. Субтитры сделал DimaTorzok